Друзья, всех приветствую, на связи Гончаров. И в этом видео я хочу рассказать вам про одну интересную услугу. Называется она «Создание сайта в Trade-in». Ну, вы, наверное, по названию уже поняли, что Trade-in — это взят аналог с автомобильного бизнеса и различного другого, где используется эта технология. В чем она заключается? Она заключается в том, что за счет вашего какого-то старого товара, продуктовой, услуги вы приобретаете новую за счет скидки по стоимости старого товара. Что это означает? Ну, например, если у вас есть старый автомобиль, то вы можете его обменять на новый с какой-то доплатой. То есть стоимость старого автомобиля у вас учтется при покупке нового. Собственно, то же самое мы решили перенести на создание сайтов. В каком случае это уместно? В случае, если вы, например, бизнесмен, у вас есть текущий сайт, и вам нужно сделать новый. Но если вы обратитесь в любую веб-студию или к фрилансеру, вам скажут, что стоимость нового сайта будет стоить, к примеру, 60 тысяч рублей. Старый сайт идет в помойку и создается новый за 60 тысяч рублей. А мы делаем каким образом? Мы забираем старый сайт, потому что половина работы уже проделана, есть определенная структура, есть контент, есть какие-то изображения. То есть мы придумываем, что из этого можно взять. Но в любом случае это уже наши проблемы. Мы решаем, что туда взять и делаем новый сайт, но при этом клиент платит не 60 тысяч рублей, а меньше. То есть до 50% мы снижаем стоимость. То есть давайте сейчас не будем прям вдаваться в конкретику, каждая ситуация индивидуальна. Но до 30 тысяч условно мы можем снизить стоимость разработки сайта. Это вот такая вот услуга, новый сайт в Trade-in. То есть если вы бизнесмен, у вас есть сайт, который нужно обновить, либо сделать новый, часто нужно делать новый сайт, то обращайтесь, мы вам поможем по сумме скидки. То есть мы оценим ваш старый сайт и уже предложим вам какое-нибудь интересное предложение. Следующий момент. Если вы являетесь фрилансером, здесь мы тоже можем с вами посотрудничать. Каким образом? Вы приводите к нам клиента, то есть у вас пришел какой-то клиент со своим сайтом, требующим переработки. А мы можем сделать каким образом? Вы берете с него полную стоимость, передаете его нам и мы его обслуживаем. Мы делаем ему сайт и разницу просто платим вам. То есть именно тот процент, который мы скидываем, мы его возвращаем вам. Вам это дополнительный доход без каких-то дополнительных продозатрат. И третий вариант сотрудничества с нами по этой услуге сайта в TradeIn, это если вы являетесь разработчиком сайтов. Ну не разработчиком, а вы делаете сайт для себя. Ну то есть у вас свой бизнес, своя компания, свое какое-то хобби, не знаю, для чего вам нужен сайт. То есть вы делаете сайты для себя. И вы где-то зависли. У вас сайт стоит, проект стоит и вы не можете как-то сдвинуться с места. Все у вас вот прям замерло, да, и вы потеряли уже интерес, мотивацию его делать. Тут тоже мы можем с вами посотрудничать. Вы нам отдаете старый сайт и мы его перерабатываем. Берем во внимание то, что вы уже сделали. И за счет этого мы снижаем стоимость разработки. Таким образом вам сайт может обойтись до 50% дешевле, нежели вы потратите там сами свои силы. И уже, наверное, потратили огромное множество часов на это дело. А сейчас давайте переключимся на экран. Я вам покажу, какие сайты мы уже сделали по этому способу работать с клиентами. Итак, вот пришел клиент с сайтом. Сайт он делал самостоятельно для своего бизнеса. И сайт выглядел вот таким вот образом. То есть вот тут есть различное оборудование, текст какой-то, какие-то табы, тут куча ссылок. Ну то есть сайт был неорганизован, сильно захламлен. В принципе, вроде как работает, но это было не так, как нужно, по идее. То есть сливались ссылки. Ну вот если так посмотреть, тут есть очень много недочетов, которые нужно было устранять. Что мы сделали клиенту? Мы взяли этот сайт и на базе него сделали вот такой вот аккуратненький сайт. Где все четко видно, где переработана структура, шапка, вынесены соцсети, есть поиск. Это все адаптировано. Слайдер работает. Все анимируется красивенько. Расположено блоки. То есть мы привели сайт в принципе в порядок. То есть по сути мы переиспользовали информацию. И дообновили его, сделали более-менее приемлемый вид. Мне кажется, даже интереснее гораздо, чем это было у клиента. Да, тут есть еще некоторые неточности. Да, здесь вот новости. Естественно, пока нет этой заглушки. Но это все будет дополняться уже самим клиентам. Вот такой вот сайт. Следующий сайт. Канное агентство. Крупный бизнес в Краснодаре. Имеет вот такой вот сайт. Ну, видно, да, что это все как-то вот так. Что-то есть, но все в разнобой. Мелкий шрифт, некрасиво. Как-то все вот вытянуто в одну колонку. Вот это все очень некачественно смотрится. Что мы сделали? Мы взяли и переработали тоже сайт на движке. Сделали меню, понятное. Сделали структуру, тарифы, перечень услуг. Вопрос-ответ. Множество страниц. Мы сделали SEO-структуру. Мы прописали SEO-тексты. То есть здесь есть определенные тексты. Они сворачиваются. Можно свернуть, убрать, чтобы они не мешались. То есть довольно-таки прилично оформили страничку. Переделали логотип. Контакты. Карта. Ну, то есть сейчас сайт стал выглядеть гораздо приятнее. Следующий момент. Следующий сайт. Это эксперт. Это психолог. Олег Белареков. Его сайт. Так вот это выглядело. Ну, пока что выглядит так, да. Будем еще переносить. Вот, собственно, весь сайт, да. И пошли какие-то списки. Непонятно. Не форматированный текст. Но выглядит как бы печальненько, да. Сайт делался, возможно, самостоятельно. Я не уточнял, да. Но мы переделали. На данный момент сайт выглядит таким образом. Но еще он у нас в работе по стилизации, да. Здесь некоторые страницы недоступны, но мы в процессе. То есть сайт выглядит уже интереснее, да, гораздо. То есть здесь есть сам эксперт, четко видно. И его, как сказать, слоган. Матка записаться на прием. Есть описание его услуг. Да, это все страницы с текстом. Здесь еще немножко не оформлено, да. Здесь мы добавим еще картинку. Вот таким образом. То есть сайт гораздо стал лучше смотреться. Следующий клиент, да, это певица. Вот так ее сайт выглядел раньше. В принципе, нормально, да. Ну, такой вот сайт-портфолио. Сейчас сайт стал вот так. Да, то есть сейчас он у нас преобразился. Здесь стал красивее. То есть мы добавили вертикальный скроллинг. Ну, я бы сказал не скроллинг. Это типа слайдов, да, вертикальных. И добавили больше различных эффектов. Таких слайдеров. Другие фотографии. То есть мы доработали сайт до такого вида. Вместо вот этого. Они, в принципе, и старые более-менее смотрелся. Но нужно было вдохнуть него в новую жизнь. И мы решили сделать это вот таким образом. Следующий сайт. Это сайт по межкомнатным дверям. Выглядел он раньше вот таким образом. Да, то есть московская фирма. Masterdoors. Вот сайт в таком вот виде присутствовал. Что мы сделали? Мы его обновили. Добавили блок. Пишем сюда SEO-тексты. Сам, даже не сайт, это интернет-магазин больше. Добавили баннеров, акции, каталог. То есть есть возможность купить через WhatsApp. Сразу же отправить заявку в WhatsApp, да, при клике. С мобильника, если заходишь, то там у нас открывается QR-код. То есть можно читать QR-коды. Ну, если я не ошибаюсь, или если мы его не убрали, конечно. Не помню точно, но вроде мы это дело отключили. Тут у нас QR-код выводился. Обновим страницу. Вспомнил, как мы сделали. Клик, конечно, купить WhatsApp. И можно с телефоном сосканировать QR-код. И заявка улетит сразу в WhatsApp менеджеру Masterdoors. То есть оно с мобильника, там кнопка, которая сразу же отправляет WhatsApp, да. То есть с компьютера-то нет смысла отправлять WhatsApp. С компьютера мы как бы высвечиваем QR-код, который можно сочетать с телефоном. С телефона там прямая ссылка на WhatsApp. Вот так мы сделали. Вот. То есть такой вот тоже классный получился интернет-магазин. А еще один клиент, да, это фирма по ремонту квартиры и офисных помещений. GreenRemont. Вот такой вот у них был сайт раньше. И вот такой вот сайт сделал сейчас. То есть сейчас это вот удобная навигация, удобно смотреть портфолио, что они сделали, их работы. Можно рассчитать ремонт, ставить заявку. Тут есть калькулятор. Сразу же можно посчитать, да, что, сколько стоит указать квадратуру. И калькулятор вам все посчитает. Вот такие вот сайты мы делаем по трейд-ин, да. То есть, как я уже сказал, если вы бизнесмен, вы можете обратиться к нам, да. Бывают такие случаи, когда предприниматели обращаются к фрилансерам, и у них зависают проекты. То есть они начали делать сайт, и уже делают его там 2, 3, 4, там у нас были клиенты, которые уже год делают сайт, и не могут его закончить. Говорите стоп, обращайтесь к нам, отдаете все, что есть по сайту. Возможно, это просто ссылка на сайт, да. Возможно, это какие-то файлы. Мы это все перерабатываем и делаем вам хороший сайт до 30 дней. То есть, все это вполне обсуждаемо, и мы готовы взяться за такой проект. Если вы фрилансер, обращайтесь к нам и приводите клиентов. Будете не тратить время на разработку, но с этого получать свой процент. И если вы самостоятельный вебмастер, который делает сайты для себя, и у вас возникли сложности, вы не можете справиться с проектом, и вам нужна помощь, тоже обращайтесь к нам, мы с вам с легкостью поможем, возьмем все ваши текущие наработки, оценим их и зачтем стоимость создания нового сайта. А у меня на этом все. Спасибо за внимание и до следующих видео.